Чё за зверь к нам пришёл, прилетел? Я даже не знаю, может быть кто скажет, кто это поймала на балконе? Уж изображение не очень, видео, потому что я не хочу его выпускать, будет летать тут у нас, поэтому остаётся только так. Ой, вот так вот наверное видно. Вот это кто такой? Кто знает? Муха не муха, кузнечик не кузнечик. Теперь главное его не выпустить к нам здесь в квартиру. Это кто? Знающие люди, откликнитесь, чтобы мы были в курсе, кто к нам залетает. Странный какой-то. Ещё и умывается. Вон свои эти, как их называют, усики моет, мордочку моет, лапами. Ещё и хвостом трясёт, а на хвосте какая-то фигня. О, крылышки моет. А ему свой этот хвостик помыл, почесался. Ему, по-моему, там и неплохо в банке сидеть. О, задние лапы помыл. Передние лапы помыл. О, потрёс лапами. Вот, вот, вот. Чё это такой за зверь такой? Вот жаль, нельзя показать без банки, но он улетит. Он летает? Мы его еле поймали. Всё-таки я узнала, что это за насекомое. Это таракановый наездник. У него очень необычное строение тела. Вот то, что сзади болтается на тонком стебельке, оказывается, это брюшко. А я думала, что это яйцеклад. Называется насекомое так потому, что оно откладывает яйца в отеку тараканов. Уотека это капсула для тараканных яиц. А когда вылупляется личинка тараканового наездника, она поедает всю тараканью кладку. Оказывается, некоторые виды этих таракановых наездников жили ещё в Кайнозойскую и Мезозойскую эру. Вот какие они древние. Получается, что они приносят пользу, уничтожая численность тараканов. Но что-то не хочется, чтобы они летали у нас по квартире. И так далее. И так далее. Продолжение следует... Продолжение следует...